Политзаключенных в России становится все больше и больше. И никакие новогодние праздники не заставят настоящих граждан России забыть о том, что своих товарищей нужно поддерживать, даже если они сидят в тюрьме. Сегодня, 29 декабря 2012 года, граждане пришли в Новопушкинский сквер, чтобы написать политзаключенным открытки свободы. В преддверии Нового года без напутствия Деда Мороза не обойтись даже политически активным гражданам. Наступит оттепель, наступит. Будет хорошо. Трудно, но хорошо. Вы обещаете? Потом радость в сердцах народа будет. Будет счастье на стране. Добро будет. И женщинам, и детишкам, и сиротам, и взрослым, и старикам. Чуть-чуть осталось. Дедушка был добр и совсем не морозил. Не в пример системе, созданной национальным лидерюгой. Тем, кто сидит за свою политическую активность, будет приятно получить поддержку с воли. Тем более, что в России жизнь всегда подсказывала. Сегодня ты здесь, а завтра там. Но именно объединение свободных людей в силах изменить эту средневековую дикость. Я уверен в том, что 2013 год будет годом переструктурирования, реорганизации и подъема протестного движения. И на смену вот стихийным выступлениям просто массы недовольных горожан, Я думаю, что к концу 2013 года власть столкнется с по-настоящему организованным, структурированным, мощным и готовым к борьбе протестным движениям. И я с уверенностью прогнозирую, что нынешний режим сможет просуществовать не более чем до следующих выборов в Государственную Думу. Это максимальный срок жизни этой власти. До какого цинизма они дошли? Они дошли уже до какого-то предела, за которым, не знаю, что пустота какая-то, тотальная пустота. Если мы не хотим в эту пустоту, в эту пропасть свалиться, мы должны каждый день и каждый час вспомнить, говорить, напоминать о наших братьях, о наших товарищах, которые ни Новый год, ни другие праздники дома не встретят. Им готовят долгие сроки заключения. Если лузианин, который все признал, якобы он участвовал в беспорядках, получил 4,5 года, то ребятам готовят большие сроки. Ситуация пришла к тому, что мы уже не можем сказать месяцами или годами измеряется срок этого режима. Я верю и надеюсь, что очень велики шансы, что изменения, которые в частности выведут на свободу политзаключенных, случатся в наступающем году. Я думаю, что мы все должны, по крайней мере, сделать все, что зависит от нас, и судьба, я думаю, пойдет нам навстречу. Я уже написал открытку Артему Савелову, у которого я был на продлении приговора в знаменитом басманном суде, и я ему написал, чтобы он держался, и что такая власть не может долго править нигде и никогда. А что бы вы написали сегодня власти? О власти я написал, чтобы ей предстоит сесть, и чтобы она не усугубляла свою вину бессмысленными и нелепыми действиями. Кремль настолько отупел в своем страхе и непрофессионализме, что сам плодит политических героев. Завтра они выйдут из тюрьмы уже готовыми политиками, закаленными и способными к настоящим баталиям. Режимы падают авторитарно, и мы в этом видели, запасные доверия достаточно, от считания двух причин. Массовый протест и расколы лит. Вот год на... То есть форма такая, 100 тысяч на улице, и раскол в Кремле достаточно, или миллион на улице, и никого раскола не нужно, просто все разбегаются. А вот сейчас началось то, что не хватало в декабре. Явная грязня наверху. В двух словах, ваше пожелание россиянам в 2013 году? В двух словах, стать жителями свободной страны. Настоящая тюрьма находится не в Лефортово и не в Матросской тишине. Она находится внутри каждого человека и именуется страхом. Можно пожелать каждому гражданину в наступающем 2013 году разрушить стены этой тюрьмы и стать, наконец, свободным. И тогда свободной станет каждый из нас и вся страна. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ.